Теперь, когда мы познакомились с определением у большого и его преимуществами и недостатками, давайте дадим несколько связанных определений. Так как и прежде, давайте считать, что у нас есть две функции f и g, которые действуют из натуральных чисел в положительные вещественные, и которые надо представлять себе как время работы двух алгоритмов. Мы будем говорить, что f растет не медленнее, чем g, и писать, что f больше либо равно, чем g, красивое. Например, если найдется такая положительная константа c, для которой f от n больше либо равно, чем c умножить на g от n для всех n. В этой ситуации мы говорим, что f растет не медленнее, чем g. То есть это определение, обратное к о большому. Второе определение. Мы говорим, что f от n есть θ от g от n, и пишем, что f равно красивое g, если f есть о большой от g, и f есть омега большой от g. То есть f растет не быстрее, чем g, и f растет не медленнее, чем g. Мы в такой ситуации будем говорить еще, что f и g имеют одинаковую скорость роста. Наконец, мы будем говорить, что f от n есть о маленькой от g от n, и писать f меньше, чем g с точностью до... Нет, просто f меньше, чем g, если f от n поделить на g от n стремится к нулю, при n стремящемся к бесконечности. В этой ситуации мы говорим, что f растет медленнее, чем g. Давайте теперь рассмотрим несколько важных общих правил. Итак, самое первое простое правило, которое уже, надеюсь, стало понятно по предыдущей дискуссии, говорит нам, что постоянные множители можно опускать, когда нас интересует только скорость роста, когда мы хотим рассказать о времени работы в терминах о большого, ну или тета большого. В частности, 7n в кубе растет с той же скоростью, что и n в кубе, поэтому 7n в кубе это тета от n в кубе. По тем же самым причинам, n в квадрате поделить на 3, есть тета от n в квадрате. Отлично. Следующее правило говорит нам, что если у нас есть два многочлена, n в степени a и n в степени b, при этом a и b это константы, такие, что a меньше, чем b, тогда n в степени a растет медленнее, чем n в степени b. Например, n есть o большой от n в квадрате. То есть n растет не быстрее, чем n в квадрате, и данное правило нам говорит, что растет он даже медленнее. Но действительно, n поделить на n в квадрате это 1n, и это, конечно, стремится к нулю с ростом n, со стремлением n к бесконечности. По тем же самым причинам n в квадрате это o большое от n в четвертой. Наконец, корень из n это o большое от n. Корень из n, напомню, это n в степени 1 вторая. Следующее правило. Экспонента растет быстрее многочлена. Если у нас есть функция n в степени a и b в степени n, где b больше, чем 1, это нам нужно, чтобы b в степени n вообще возрастало. Тогда, ну и a больше нуля, да, тогда n в степени a растет медленнее, чем b в степени n. Из этого, в частности, следует, что n в пятой есть o большой от корня из 2 в степени n, а n в квадрате есть o большое от 3 в n. А n в сотой есть o большое от 1,1 в степени n. Здесь стоит немножко оговориться, если у нас есть два алгоритма, один из которых работает n в сотой, а другой из которых работает 1 и 1 в степени n, то мы хотим сказать, что первый алгоритм предпочтительнее, потому что, как видно, здесь n в сотой работает, n в сотой это o большое от 1 и 1 в степени n. С одной стороны это, возможно, будет не так, потому что экспонента 1,1 в степени n растет быстрее, чем n в сотой, конечно. Это означает, что начиная с некоторого момента она обязательно обгонит n в сотой и перегонит и будет расти быстрее. Но этот момент наступит очень поздно, потому что с одной стороны слева у нас большая довольно степень, а слева довольно маленькая экспонента. И при таких размерах входов, при таких n, возможно, второй алгоритм вообще-то будет предпочтительнее нам, чем первый. Потому что n в сотой, но это означает, что если n равно 10 уже, то все, такое количество операций на современных компьютерах не выполнить. Это с одной стороны. Поэтому здесь вот есть некоторое лукавство, когда мы говорим, что мы предпочтем алгоритм со временем работы n в сотой. С другой стороны, правда жизни в том, что не будет у нас таких алгоритмов, которые работают, там, n в сотой или 1,1 в степени n. Алгоритмы, которые нам будут встречаться, они будут работать n, n, n в квадрате, не знаю, n в кубе, может быть. И для таких алгоритмов все время практически алгоритм с более лучшим асимптотическим временем работы, то есть у которого асимптотическая скорость роста меньше, он и на практике работает обычно быстрее. А это просто общая теория, которая позволяет сравнивать любые функции на скорость роста. Следующее. Многочлен растет быстрее логарифма. Если у нас есть положительные константы а и b, тогда логарифм от n в степени а растет медленнее, чем n в степени b. Для любых а и b. Здесь стоит оговориться, почему мы написали логарифм, но не указали у него основание. Ну, во-первых, во всех наших алгоритмах, во всем курсе, как правило, под логарифмом по умолчанию будет подразумеваться логарифмом по основанию 2. С другой стороны, когда мы говорим о времени работы алгоритма и указываем его в терминах у большого, то основание логарифма на самом-то деле не так и важно. Поскольку, ну вот, предположим, у нас есть логарифм по основанию 2 от n. Давайте его просто перепишем как логарифм по основанию 3 от n. Для этого надо написать логарифм по основанию 3 от n умножить на логарифм по основанию 2 от 3. Итого, логарифм по основанию 2 от n отличается от логарифма по основанию 3 от n домножением на константный множитель, а именно логарифм по основанию 2 от 3. В терминах у большого эта константа нам все равно не важна. Другими словами, если у нас есть два логарифма по константному основанию, то они отличаются друг от друга как функции, просто в какую-то константу раз, которая все равно съестся под у большого. Именно поэтому, когда мы будем писать время работы алгоритмов, мы часто будем говорить, например, o от n лог n, не указывая основания этого логарифма. Итак, применение этого правила, примеры применения такие, логарифм от n в кубе, весь логарифм в кубе, это o от корня из n, поскольку корень из n это n в степени 1,2. Еще одно применение этого правила, оно такое, n лог n растет не быстрее, чем n в квадрате. Ну, потому что, когда вы сравниваете n умножить на лог n и n в квадрате, n, конечно же, можно сократить. Тогда останется сравнить лог n и n. И это правило нам говорит, что лог n растет медленнее, чем n. Наконец, последнее, тоже важное правило, говорит нам, что если у вас есть двое слагаемых, если у вас есть сумма двух функций, то из них можно оставить только то, которое растет быстрее. Другими словами, f плюс g есть o от максимума из f и g. Например, если у вас есть n в квадрате и n, сумма двух чисел, то это растет не быстрее, чем n в квадрате. Ну, и это понятно, почему n в квадрате плюс n, это меньше либо равно просто, чем n в квадрате плюс n в квадрате. Это равно 2n в квадрате, ну и эту двойку можно спрятать под o. По тем же самым причинам 2n плюс n в квадрате растет не быстрее, чем 2n. Растет на самом деле так же. То есть вот здесь можно написать тету, вот здесь тету, здесь тету и здесь тету. Тету и здесь тету.